Как-то раз, теплой ночью, подстрек от ссыкат, охотник шел через лес. Он так увлекся выслеживанием рябчиков, что не заметил, как стемнело, и теперь, ругая себя за неосмотрительность, торопился домой. Вдруг на тропе он увидел нечто, от чего его душа ушла в пятки. Из темноты двумя раскаленными углями глядел огромный тигр, готовый к прыжку. Охотник тут же, не разбирая дороги, бросился через кусты, скатился во враг, и, не дав себе отдышаться, ринулся дальше. Но почему-то каждый шаг, словно во сне, давался ему все сложнее и сложнее. И когда он понял, что его затягивать в трясину, уже было слишком поздно. Охотник поначалу растерялся, стал отчаянно вырываться, но смертельная ловушка только усиливала хватку. «Мне конец», — в ужасе подумал охотник. Положение его и вправду было безнадежным. В радиусе десятков километров не нашлось бы никого, кто мог протянуть руку. Позади его подстерегала смертоносная пасть, впереди простирались безжизненные топи. Трясина уже обнимала его за плечи и сдавливала грудь. Когда охотник откинул голову, его пронзила одна шеломительная мысль, разделившая все на до и после. Охотник подумал. И как обычно, если я прямо сейчас скажу, что подумал охотник, вы решите, что он от стресса сбрендил. Или, скорее, что это я в край долбанулся. Поэтому прошу вас, наберитесь чуточку терпения, мы еще обязательно вернемся к этому бедолаге, если он к тому моменту не уйдет на дно. Так что давайте поторопимся. Есть одна фраза, которую мы так часто слышали и повторяли в своей жизни, что перестали замечать ее зияющие глупости и даже опасности. Она стала для нас чем-то вроде истины. Звучит эта фраза так. Время. Деньги. Ее можно трактовать несколькими способами, но обычно имеют в виду, что если ты впустую тратишь время, вместе с ним ты разбазариваешь и деньги, потому что время можно обменять на деньги. Так что помни, дружок, время настолько же ценно, как деньги. Но ни хрена подобного. Ни хрена подобного. Время не настолько же ценно, как деньги. Оно бесконечно ценнее. А уравнивание этих двух явлений просто унизительно по отношению ко времени. Да, время действительно можно обменять на деньги. Но вот деньги на время, как мы сейчас выясним, нет. Да, как их можно вообще сравнивать? Время это уникальный, незаменяемый, невозобновляемый ресурс. Но почему-то, раз за разом, выбирая между временем и деньгами, мы выбираем, конечно... ПАПКИ, ПАПКИ, СУКА, ПАПКИ! Когда я покупал мобильные, я провел в общей сложности, но часов 10-15, сравнивая модели и читая отзывы. 15 часов! Мною двигало желание купить что-то качественное, но при этом так и не переплатить. Но получается, пока я пытался сэкономить, я сам того не замечая, просто грандиозно потратился. Да, пару тысяч рублей я, может быть, сберег, но при этом спустил 15 часов. 15 часов уникального, невозобновляемого ресурса, который был выдан однажды и на всю жизнь. И что-то мне подсказывает, что это была разовая акция вселенной. Так сложилось, что главную ставку в вопросе счастья мы делаем на деньги, от которых, несомненно, тоже очень многое зависит, но мы упускаем, что без свободного времени нам тупо будет некогда почувствовать это самое счастье. И вообще, есть данные, что люди, которые могут похвастаться свободными часами, ощущают себя более счастливыми, испытывают меньше стресса, имеют более крепкое здоровье, реже разводятся, чаще выбирают работу по душе. Переключить мышление с деньгоориентированного на времяориентированное, ох, как непросто. Ведь деньги конкретно, однозначные, мы привыкли рассчитывать ценность той или иной вещи именно в деньгах, финансовые расходы и потери проще отслеживать, а вот со временем всё сложнее. Оно абстрактнее, неуловимее, и по итогам месяца невозможно подсчитать все проведённые впустую минуты, часы, дни. Но самое главное, большинство людей отлично осознаёт исчерпаемость своих капиталов и перспективу остаться без денег, крови, еды, где-то на обочине жизни. Поэтому очень трепетно относятся к деньгам и источнику заработка. Алё. Да-да. Ну как там с деньгами? Нельзя того же сказать про время. Тут каждый из нас чувствует себя обладателем золотой карты. Что не человек, то Дункан Маклауд, собирающийся жить как минимум вечно. Мы почему-то забываем о неумолимой конечности времени и сорим часами направо и налево. Кутим, так сказать. Два часа по пробкам через весь город, чтобы сэкономить на доставке? Ха, запросто. Неделю на трудную и скучную задачу, которую можно было бы диригировать профессионалу, как нехрен делать. Пять лет на отношения с заведомо нелюбимым человеком? Пф, не жалко. Если надо, повторим. И такое пренебрежительное отношение оправдывается одной любопытной иллюзией, которой страдают повально все. Иллюзия того, что в будущем у тебя будет больше времени, чем сейчас. Задумайтесь вот о чем. Как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш день в совершенном мире, где вы все успеваете? Я думаю, топ желаемых, но оставленных на задворках занятий примерно выглядит так. И прочие вещи, которые по-настоящему важны лично для вас, но для которых почему-то нет или почти нет места в вашей жизни. И вот теперь панч-лайн. Если прямо сейчас, когда вам 20 или 25, или на худой конец 30, про 40 я не заикаюсь, только не живут, у вас не хватает на это времени, вам не хватит его никогда. Никогда в вашей жизни не будет больше времени, чем сейчас. Ну, разве что на пенсии или в загробном мире, там-то все будет заебе. Письо наступит скоро, надо только подождать. В первую очередь мы связываем наши надежды с ростом дохода. Люди как-то так причетливо соединяют в одном логическом суждении. Я буду больше зарабатывать и я смогу меньше работать. Ситуация словно из какой-то параллельной реальности. У нас же, в реальности, где снимается это видео, все как-то наоборот. Если ты начнешь больше зарабатывать, скорее всего, это повлечет необходимость больше работать. Частные случаи, вроде кардинальной смены профессионального вектора, мы не трогаем. Ну, знаете, когда купил вебку и теперь за два часа получаю те же деньги, что раньше за месяц работал учителем в школе. Страшная ситуация, но интересная. И вот топ-5 причин, почему в будущем даже на крутой должности и с внушительным счетом в банке у тебя ни хрена не будет времени. Пятое место. Причина функциональная. Самое очевидное. Выше должность, больше ответственность, больше обязанностей. Это же вроде так работает. Ну, конечно, если логотип вашей организации не белый мишка на фоне триколора. Но, как я сказал, исключительные случаи мы не трогаем. Четвертое место. Причина гедонистическая. И для кого не секрет, что с достатком растут и аппетиты. Раньше ты приходил в магазин со своим пакетом, а теперь берешь на кассе. К красивой жизни привыкаешь быстро. И красивая жизнь требует больше денег, ради которых приходится больше работать. Третье место. Причина физиологическая. Повышение дается не просто так. Ну, опять же, если директор компании не твой батя. Как правило, это награда за усердную работу, за жертвование своего времени во благо компании. И как всякое позитивное подкрепление имеет определенные последствия для мозга. Повышение это приятно, да? Как мы можем сделать так, чтобы это приятно повторилось снова? Очевидно то же самое, что мы делали и до повышения. Вкалывать. Но теперь ставки еще выше, и мы должны работать с двойным усердием. Второе место и экономическая причина. Обнаружено, что чем дороже стоит час твоего труда, тем больше времени ты склонен проводить за работой. Потому что это тупо становится еще более выгодно. И кажется рациональным способом применения времени. То есть, когда час твоего рабочего времени стоит 100 рублей и одно дружеское похлопывание по плечу, соблазн поработать, прямо скажем, невелик. Но если за твой час платят уже 100 баксов, то любые прочие способы употребить этот час отзываются скрижечьим чувством упущенной выгоды. Увеличение денежной ценности рабочего времени психологически давит на его обладателей. Ничего не делание, отдых становится источником стресса и тревожности. И начиная с определенного уровня дохода, просто полежать на лужайке и полюбоваться похожим на зайца облаком больше не получится. И как ты понимаешь, совокупность этих факторов не оставляет шансов, что в будущем у тебя благодаря усердной работе наконец появится время. Если ты вдруг по-прежнему почему-то не убежден, то тупо есть исследования, которые показывают, что более образованные и высокоплачиваемые специалисты больше времени проводят в трудах, чем менее приспевающие граждане. И это мы затронули лишь одну из сфер жизни, пускай и самое время прожорливую, работу. А первое место достается причине, которую мы назовем обывательской. У тебя, вероятно, появится еще жена или муж, не знаю, что лучше, дети, квартира, автомобиль, которые тоже нуждаются в твоем внимании. Вероятно, проблемы со здоровьем, после 25 лет организм переходит в режим самоуничтожения, поездки к ее родителям. На каком-то витке жизни тебе внезапно приспичат посадить картошку. Список можно длить и длить, и за все это нужно платить. Платить времени. Чем дольше ты пребываешь на земле, тем крепче тебя путывают земные заботы. И в какой-то момент ты осознаешь, что не в состоянии даже пошевелиться. Вот и получается парадокс. При всей очевидности, что дефицит времени в будущем будет только усугубляться, мы неизменно откладываем на потом. Денис, но что с этим делать-то? Все это, конечно, очень интересно, но если сейчас нет времени на тот же иностранный язык, чтение, спорт или отношения, не говоря уже про бесцельное шатание, откуда ему взяться? Ну, во-первых, вам это кажется. И на самом деле у вас времени хоть жопой, жуй. Через минуту поясню. А во-вторых, что? Не хватает времени на чтение? Серьезно? Только представь обилие замечательных, интересных, мудрых книг, которые могли бы стать твоими советчиками и друзьями, но ты к ним так никогда и не притронешься. Если даже допустить, что ты читаешь по книге в месяц, то за всю жизнь тебе удастся прочитать не больше 700 книг. А сколько из них будет хороших, это уже вопрос везения. Но не все так мрачно. Ведь у нас есть Алексей. Автор телеграм-канала «Книги на миллион». Парень ведет подкаст с кратким разбором самых разнообразных книг о психологии, бизнесе, творчестве. Слушать его легко и интересно, будто встретился с корешем, перетереть за литературу. А самое главное, ты действительно получаешь цельное представление о книге. Леха отсеивает все водянистое, не относящееся к делу, и оставляет для тебя только самую... суть. При этом весь этот проект в открытом доступе и полностью бесплатен. Пока не понимаю, в чем подвох. Из последних разборов на канале меня впечатлила книга «Перфакционизм. Как генерировать идеи». Вот, кстати, зацените кусочек. Каждое утро мой дракон обвивает мне плечи и тихонько рычит на ухо. Провал, провал, провал. Сравнение наших страхов и нерешительности с драконом просто прекрасно. Не надейся. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Алексея. Правда, не откладывайте в долгий ящик, а то, знаете как это бывает, забудете и потеряете. Такой бриллиант. А поблагодарить меня за подгон можно и потом. Ладно уж. Так и быть. И вот перед нами еще один парадокс, в который трудно поверить, да. Все жалуются на нехватку времени, но в теории у нас должно быть, ну, очень много времени. Технологии, которыми нафарширована наша жизнь по самое небалуй, призваны сберегать его. Ну и куда вы деваете эти часы, месяцы, годы жизни, сэкономленные вам скоростными поездами, пластиковыми картами, стиральными и посудомоечными машинами, роботами-пылесосами, интернетом, вот этим, а еще этим и этим. Да и статистика красноречива. Например, в США с 1965 по 2003 год рабочая неделя сократилась на три часа, в то время как продолжительность свободного времени изменилась еще значительнее, но уже в большую сторону. И эта тенденция касается, как вы понимаете, не только американцев. У нас объективно стало больше времени. Возможно, не у всех, если ты, например, работающая мать-одиночка, то вряд ли приведенная статистика тебя как-то касается, и тайм-менеджмент способен существенно облегчить твою долю. Но в целом мы действительно живем в эпоху сравнительного изобилия времени. Так вот, скажите мне, откуда берется это ощущение повальной нехватки времени? Кого не спросишь, все заняты. Я не знаю, что происходит. Ради эксперимента я хотел бы набрать случайного человечка и вот поговорим, спросим, занят он или нет. Алло. Алло. Это кто? Это Денис. Куча нахер Дениса? Чипцов Денис. А ты что ли? А сейчас неизвестном номере. Ты на мой это не отвечаешь. Ну, я сейчас занят, потом-то... Пап, подожди, я хотел... Что и требовалось доказать. И как вообще люди раньше жили, когда и работали они больше и дела не ассистировались умными помощниками? Но я бы не стал возлагать на технологии слишком много надежд. Одной рукой они, безусловно, спасают по несколько часов в день. А другой рукой эти же несколько часов, если не больше, отправляют в мусорку. Вернее, не они. С ними-то все в порядке. Они, ну, очень эффективны. Это мы оказались не готовы к их эффективности. Теперь, когда вся наша личная и профессиональная жизнь помещаются в маленьком черном зеркальце, на расстоянии пары свайпов друг от друга, очень трудно избежать взаимопроникновения работы и отдыхом. Когда мы трудимся, отдых то и дело норовит протиснуться в рабочий процесс. Зашел в телегу, чтобы проверить чат с коллегами, заодно открыл канал с новостями, там перешел по ссылке, еще по одной. И вот ты уже сам того не заметил, как смотришь порно. И хорошо, если ты из дома работаешь, а не воспитателем в детском садике. Рабочее время расползается, как нефтяное пятно, и задача, которую можно было бы уложить в пару часов, из-за постоянных перескоков внимания, растекается на целый день, съедая все свободное время. Проблема особенно актуальна для тех, кто работает из дома. Особенно, когда твоя работа не совсем настоящая. Ты, скажем, делаешь видео для ютуба. И вот, скажите мне, где та грань, после которой подбор отрывков фильмов для монтажа перетекает в 12-часовой марафон «Властелина колец»? Я не знаю. Я не знаю. Работа же вкрапляется в отдых и фрагментирует его. Вот бывало такое, решила сериальчик посмотреть перед сном, нырнула в браузер, а там незакрытая вкладка с рабочей почтой. И понеслась. Желание все пренепременно успеть и вытекающий из него страх опоздать, тоже подбрасывает дровишек в топку паровоза. Известно, что наличие конфликтующих целей способно ускорять субъективное течение времени. Это когда ты, например, едешь с семьей в парк развлечений, попутно думаешь, что тебе нужно не спиногрызов развлекать этих, а заниматься квартальным отчетом. И тем самым ты попадаешь в порочный круг. Из-за конфликтующих целей тебе кажется, что время идет слишком быстро. Ты испытываешь еще больше стресс, конфликтующих целей становится еще больше, время несется еще с большей скоростью. И, пожалуйста, обрати внимание на этот фактор. Он очень важен для нашего видео. Чем больше ты нервничаешь, суетишься, торопишься, боишься опоздать, тем быстрее утекает твое время. Так что на деле ощущение повального дефицита времени, что скорость современной жизни зашкаливает, это иллюзия. Но многие не спешат от нее избавляться, а наоборот, только упиваются ею. Культура маниакальной продуктивности, ориентированная на беспрестанные достижения, а лучше сказать, потребления, символов успешности, вылилась в некий тренд, при котором принято жаловаться на вечную занятость, на нехватку времени, на сумасшедший график. Человек напяливает на себя образ востребованной, недоступной персоны, постоянно поддерживает иллюзию сверхважной деятельности. Все для того, чтобы делать, как в известном меме. Алло, я очень занятый, не могу говорить. Чувак, так, это ты сам позвонил. Все, не могу говорить. Давай, пока. Мне кажется, людям даже стыдно на вопрос, а когда вам было бы удобно, отвечать, что в принципе в этот день у меня выходной, можно в любое время. И они готовы скорее признать, что у них нет времени, чем что у них нет денег. Если не хватает денег, то ты лодырь и ищи, бро. А вот если времени, то важная птица. Хотя, елки-палки, человек не способен распорядиться базовой ценностью, от которой зависит без преувеличения все. Действительно, все. Сберечь немного этого драгоценного ресурса для себя, чтобы применить его по прямому назначению. Пожить. Этот человек лошара, я вам скажу. Чем тут гордиться. И знаете, когда из всех углов миллионы стимулов покушаются на наше внимание и время, когда так сложно отвоевать хотя бы час на то, чтобы побыть наедине с собой, подлинными понтами было бы не беспрестанно жаловаться на нехватку времени и постоянную занятость. А наоборот, заявить во всеуслышание. Мне не хрен делать. Дэн, и что ты предлагаешь? Увольняться отовсюду к хренам собачьим и наслаждаться свободным временем, пока не хватит голодный оборог? Нет, нет. Ну зачем же? Ну давайте только не будем ударяться в крайности. Ладно. Необходимо ли работать, вкладывать время в свои знания, в свою квалификацию, в свой капитал? Безусловно. Но про саморазвитие, продуктивность, восхождение на пансион успеха спето уже столько от, что я чувствую некую диспропорцию, некий завал, крен в сторону продуктивной, супер-пупер занятой распланированной жизни, где каждая твоя секунда сейчас непременно должна выковывать твое будущее. Поэтому, чтобы хоть как-то сместить положение вещей к золотой середине, пора уже сказать этой неугомонной продуктивности, а вернее всем тем, кто строит из нее главный залог счастья. Идите-ка вы в жопу. Ведь они даже заставили нас думать, что отдых тоже должен быть продуктивным. Вот, наконец, у тебя выдается личное время. И тогда ты развязываешь погоню за новыми, необычными, экстремальными впечатлениями, чтобы... Что? Правильно. Сделать свой отдых максимально продуктивным. И оказавшись в припорошенном снегом лесу, где тишина пугливо вздрагивает от скрипучих шагов, вместо того, чтобы насладиться этой гребаной сказкой, ты, да и я, озабоченный выбором ракурса для фотографий, количеством пройденных шагов и сожженных калорий, лепим снеговика. Не потому что нам от этого весело, а потому что это заставит других подумать, что мы занимались чем-то охренеть, каким веселым. И параллельно со всем этим еще слушаем очередной подкаст о продуктивности. Я не знаю. Осталось только, наверное, прифигачить на хлебальник солнечные панели, чтобы заодно запасаться электричеством. А что, это достаточно продуктивно. Даже посреди личного времени мы не принадлежим себе. И в выходной, где-нибудь на природе, в компании родных или друзей, мы продолжаем делать, в принципе, то же, чем занимались вчера в офисе. Нарабатываем, 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 нарабатываем будущий капитал. Накапливаем достижения, эмоции, необычные события, которые потом впишем в свое резюме впечатления. И так же, как и в обычном резюме, мы стремимся выделиться, показав себя сверхэффективными и успешными. Так и резюме впечатлений призвано стать нашим оружием в борьбе за звание «самый успешный», «самый продуктивный», «самый умеющий жить». Блядь. В этой связи Селин Малкоч, один из авторов исследования, посвященного свободному времени, выделяет два типа досуга. Терминальный и инструментальный. Терминальный – это досуг ради досуга. Когда занятия и цель занятия совпадают. То есть, вот я катаюсь на коньках, и я катаюсь на коньках ради катания на коньках. Меня прет от самого процесса. Но если я катаюсь на коньках, чтобы потом завалить всех фотографиями с подтекстом, смотрите, как я необычно и оздоровительно провожу время. Это уже инструментальный досуг. То есть, отдых больше не сама цель, а всего лишь инструмент. И угадайте, какой вариант досуга приносит больше радости. Культ продуктивности может удариться в еще более глубокие крайности, когда люди начинают относиться к отдыху как к чему-то вредному. Глупые растрати возможностей и энергии. Думаю, у каждого такое было. Девушка хитростью заманивает тебя к себе, толкает на кровать, страстно целует, спускается вниз. А ты лежишь и думаешь, господи, что я тут делаю? Сколько еще книг не прочитано? Сколько всего в мире не изведано? На что я трачу свое время? И исследование показало, что подобное мировоззрение может аукнуться более низким уровнем ощущения счастья. И более высоким уровнем тревожности, депрессии, стресса. Все как мы любим. Да, научиться быть эффективным, ставящим четкие цели, достигающим их. Волевым, дисциплинированным, готовым пожертвовать малым сейчас ради чего-то большего потом, это, ох, как важно. И непросто. Но куда сложнее разучиться всему этому дерьму. Мы слишком сфокусированы на продуктивности, деньгах, достижениях, успехах. Но для многих это лишь видимость пути развития. Потому что в конечном счете, в конечном счете ты оказываешься там же, где начинал. Все так же не удовлетворенный своими достижениями. Все так же немилосердно гонящий себя вперед. Все так же надеющийся, что вот в будущем, в будущем у тебя будет побольше времени. И уж тогда-то. И чтобы ты мог вернуть контроль над своим временем, над своей жизнью, я могу предложить эти несколько методов. Заодно резюмируем все услышанное за сегодня. Начните думать о времени, как о чем-то, что обладает огромной ценностью само по себе. Без оглядки на рыночную стоимость своего рабочего часа. Не знаю, насколько точны эти подсчеты, насколько вообще корректны подобные сопоставления. Но профессор Гарвардского университета Эшли Уиллинс, автор книги «Time Smart», рассказывает, что простое смещение фокуса с денег на время принесет вам столько же счастья, сколько его принесет увеличение ежегодного дохода на 4400 долларов. И, возможно, такая конвертация облегчит переход с деньгоориентированного мышления на время ориентированное, чтобы не казалось, что дело только в каких-то тонких материях, вроде умения наслаждаться каждым прожитым мгновением. Все предельно практично и грубо. Поставишь на первое место время, кайфанешь, как от четырех кусков зеленых. Не откладывайте на туманное потом. Если уже сейчас у тебя мало времени, то потом его не будет совсем. Еще ты взял, что у тебя вообще будет какое-то там потом. Не делайте сосуды с работой и отдыхом с общающимися. Изолируйте их друг от друга. Если вы сейчас работаете и в данный момент не предусмотрен перерыв, то какого черта вы гуглите, как выглядят птенцы голубей? Если же вы отдыхаете, то убедитесь, что ни одна скотина не домотается до вас с работой. Расслабьтесь, вон, посмотрите на голубят. И не нужно удивляться, что их никто никогда не видел вживую. Если бы вы так выглядели, ваши родители тоже бы предпочли вас скрыть. Помните, работа занимает все отведенное на нее время. Если вы собираетесь завершить проект, ну, где-то там, в течение дня, плюс-минус, скорее всего, вы проводитесь до поздней ночи, размазав работу тонким слоем по всему дню. Поэтому отводите на работу конкретные часы. Вот до четырех я тружусь, как раб на галерах, и ни на что не отвлекаюсь. А вот после четырех иду во все тяжкие. Не планируйте отдых. Вернее, планировать-то можно, кто вам запретит, но в общих чертах. Не превращайте свободное время в подобие рабочего, с его строгим графиком и необходимостью все непременно успеть. При таком подходе отдых становится повинностью и не приносит никакой радости. Неважно, чем вы занимаетесь, отдыхаете или работаете. В любом случае, более высокий уровень удовлетворения вы испытаете, если безраздельно погрузитесь в процесс. Позвольте себе чашечку терминального досуга. Ну, когда вы делаете что-то просто так, без цели, преуспеть. Как говорится, есть время разбрасывать камни и время собирать их. Есть время быть продуктивным и время пинать хрен. Работа, развитие, преодоление – естественные необходимые части жизни. Но оставляя место только для них, мы разрушаем баланс. Это то же самое, как в дыхании. Нельзя постоянно только вдыхать. Возможно, пора уже и выдохнуть. И вообще, перестаньте думать лишь о цели. Перенесите фокус на процесс. Вникайте в проскальзывающее мгновение. Любуйтесь милыми обыденностями. На языке философии Slow Life – замедлитесь. Если меня смотрят сотрудники почты России, то, пожалуйста, забудьте, что я сказал. Тем более, Slow Life не подразумевает медленных телодвижений. Это об умении быть там, где ты находишься. Если работаешь, то поработаешь, а не поглядываешь на часы с мольбой. Когда же все это кончится? Никогда. Если моешь посуду, то просто растворяешься во всех этих тарелках, чашках, вилках. Даешь себя увлечь даже самому неувлекательному процессу. И если рядом с тобой близкий человек, мама, папа, парень, девушка, дедушка, бабушка, ты вообще помнишь, какого цвета у него глаза? Лучшее время освежить это в памяти? Сейчас. В принципе, это и есть медитация. Медитация длиною в жизнь. Всегда что-нибудь происходит. Не бывает обыкновенных моментов. Откусывай по чуть-чуть и смакуй. Только так можно что-то распробовать. Если ты однажды попадешь в трясину, худшее и самое глупое, что ты можешь сделать, это податься панике. Начать бутыхаться, хвататься руками за воздух. Так ты только ухудшишь свое положение и сгинешь еще быстрее. Не суетись. Откинься на спину. Не нервничай, особенно если это трясина, в которую ты брошен с самого первого дня жизни и которая поглотит всех и каждого, без исключения. Об этом мне рассказал один знакомый охотник, который как-то раз ночью, спасаясь от тигра, угодил в болото. И когда трясина уже обнимала его за плечи и сдавливала грудь, он откинул голову. И его посетила одна ошеломительная мысль, разделившая все на до и после. Он подумал, как прекрасно звездное небо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok